Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Поздравляю вас с Новым годом, с наступившим. Я понимаю, что город ещё спит. И многие там отработали за какие-то второе и третье число раньше, в какие-то субботы. Но, тем не менее, я надеюсь, что кто-то нас слушает и будет звонить в студию по телефону 672-12-93-9. А тема у нас сегодня, ну такая, можно сказать, не скандальная, а сопоставительная, потому что буквально перед Новым годом я лично, как журналист Людмила Прибыльская, побывала в Узбекистане на выборах, которые одновременно проходили в парламент и в местные органы самоуправления. И была довольно большая делегация из Латвии, в составе которой была и наша сегодняшняя гостья, проректор Балтийской международной академии Инна Стеценко. Добрый день. Добрый день, Людмила. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Хотела бы вместе с Людмилой поздравить всех с наступившим Новым годом и пожелать всего самого доброго и слушать обязательно радио «Болтком». Спасибо большое. Итак, выборы в Узбекистане. Для человека, который мало где бывал, так сказать, на восток от Латвии, наверное, посещение Узбекистана – это такой разрыв шаблона, да, потому что, к сожалению, в нашем медийном пространстве упоминание Узбекистана всегда связано с каким-то, ну, я бы сказала, высокомерием или пренебрежительностью даже, там, вот, даже какие-то государственные люди называют Узбекистан просто «Узбекия» и употребляют это слово как синоним какой-то отсталости, дремучести, несвободы и так далее, и так далее. Вот, и когда ты оказываешься на территории вот этой самой пренебрежительно называемой Узбеки и страны, ты понимаешь, насколько мы отстали, так сказать, в своем понимании мира и насколько мы неправы в этом понимании. И вот то, что, ну, может быть, сегодня мы хотели бы обсудить, это вот курс на будущее, да, значит, ну, как мы знаем, в нашей системе образования происходит такая какая-то непрерывная турбуленция, какие-то бесконечные поиски смыслов, при этом, конечно, мы имеем очень стареющее население и большой отток населения. А население Узбекистана – это сегодня 30% людей в возрасте от, ну, от годика до 18 лет. То есть это очень молодая страна. И на эту молодежь у страны, так сказать, большие планы. Вот вопрос к вам, Инна. Как вы можете охарактеризовать эту образовательную политику сегодня в Узбекистане? И чем, может быть, она, так сказать, в хорошем смысле отличается от нашей? Спасибо, Людмила, за вопрос. В действительности, вы правы, что демографический взрыв, поскольку вот до эфира мы с вами обсуждали, что население Узбекистана в действительности по сравнению с 1993 годом возросло более чем в 5 раз, чтобы точно в 5,5 раз. И оценочно сегодня это составляет порядка 34 миллионов человек. И, естественно, что большой процент от живущих, от жителей – это молодые люди. Естественно, о системе образования. Находясь в качестве международного наблюдателя в нашей комиссии, международной нашей комиссии, хотела бы отметить, что действительно мы побывали как наблюдатели в разных организациях, в разных учреждениях, именно образовательных. Мне довелось увидеть и избирательные участки, расположенные и в школах, избирательные участки, расположенные и в колледжах, университетах, консерваториях и так далее. И хочу сказать, конечно, ну, во-первых, на что обращает внимание вот с точки зрения как избирателей – это материально-техническая база. Это, поскольку моя не первая проверка, то есть это не только Ташкент. Вообще все крупные города, конечно, большое внимание уделяется именно вот социальной политике в области образования. И техническая обеспеченность вообще поражает. Мы заходили в колледж, и в одном из колледжей, причем он не стоит такой на поверку на всеобщее обозрение, и это на окраине города Ташкента, где, вы знаете, каждый класс был оборудован современным проектором, современными досками, с красивыми, извините, полами, ремонтами и прочими сопутствующими помещениями. И видно, что с технической точки зрения государство большое внимание вкладывает в образование. Одно дело, конечно, чтобы студенты или школьники, обучаясь в подобного рода заведениях, они, безусловно, чувствуют, может быть, ответственность, когда ты им вкладываешь в окружение, их красоту. И, наверное, самому хочется соответствовать во всех просто содержательно. Это первое. Второе, значит, аспект социальной работы, конечно, меня, например, в школах средних, если мы вот об этом говорим, обязательно в каждой средней школе есть не просто кабинет врача, который есть, в общем-то, и в рижских школах, но обязательно кабинет зубного врача. Вода в Узбекистане плохая, поэтому, конечно, на это обращает государство внимание. То есть, чтобы родители, не уходя, можно после школы записаться в врачу, кто первая, вторая, есть даже третья смена, школы действительно перенасыщены, то это тоже вопрос решается на месте, локально. И бесплатно. И бесплатно. Медицина в Узбекистане бесплатная. Поэтому вообще они не понимают, как можно ребенку, то есть до 18 лет, выписывать рецепт и покупать его за деньги. Это действительно. Конечно, хотелось бы тоже обратить внимание, что это не только для всех школ или колледжей, как мы говорим, и в университетах. То есть, технически, конечно, все обеспечены. Система образования, в общем-то, та же, где сейчас уже осуществлен переход, если мы говорим о вузовской системе, точно так же от степени двойного доктора, они перешли тоже к трехуровневой системе. То есть, они заканчивают там бакалавриат, магистратуру и докторская степень. Поэтому можно сказать, вот в довершении вот этих трех важных аспектов, что Узбекистан идет по пути, как вы говорите, модернизации, трансформации, действительно, и, в общем-то, соответствует общеевропейским нормам. То есть, я не могу сказать, что что-то не так, а вот такая вот какая-то республика. Нет, все очень на очень высоком уровне. Ну, вы знаете, вот я бы даже не стала как бы их подгонять под какой-то общий европейский стандарт, потому что это своеобразная, будем так говорить, модель, потому что если мы говорим о европейской системе там ранжирования образования, то есть, его этапности и так далее, то да, это европейская система. Если говорить о доступности образования, о, так сказать, его направленности, то это скорее, ну, может быть, в хорошем смысле советская система, потому что у них не было такого, так сказать, перепада в отношении к точным наукам, они прекрасно считают в уме. Вот вы зайдете на любой ташкентский базар и там... Ну, там нельзя просчитаться, иначе останешься без. Да, но они считают в уме, не хватаются за калькуляторы, да, то есть вот этот курс на точные науки, он сохранился, и более того, сейчас в Ташкенте фактически работают филиалы многих иностранных вузов, и в том числе не только, там, допустим, российских каких-то или... Азиатских в том числе, да, много и азиатских. Вы, как преподаватель, провели некоторое время в одном из таких крупнейших университетов, вот как вы можете прокомментировать конкурентоспособность образования на Востоке и на Западе? Может быть, мы что-то упустили и чего-то не понимаем? Да, вопрос, конечно, глубинный, я думаю, что его хватит не на одну передачу. Ну, во-первых, о системе образования, вы знаете, вот в чём различие? Как вы сказали, да, многонациональное государство. Узбекистан – это многонациональное государство. 82% живущих – это узбеки, мусульмане. Дальше по численности большая диаспора – это, ну, они говорят русские, ну, в принципе, имея в виду, это славянские народы, это русские, белорусы, украинцы, которые остались, и есть и диаспоры евреев, известные бухарские евреи, а потом дальше идут уже казахи, туркмены и так далее, да. То есть, в принципе, 17% – это, то есть, в общем, достаточно монолитное государство. В каждом университете, вот говоря об образовательной системе, естественно, я тоже об этом долго думала и много об этом думала. Что, в чём отличие? Конечно, обязательно в каждом университете есть проректор по воспитательной работе. И это не анахронизм, который мы думаем, как в нашу бытность, в институте, в университете нам читали политпросвещение. Обязательно. Политпросвещение, значит, в общем, партия съезд такой, сякой и так далее. Нет. Заточка проректора по воспитательной работе, почему я начала с разной этнической составляющей, потому что этнос действительно разный. И студенты есть, как и узбеки, так и, скажем так, русские, так и таджики, казахи и так далее. То есть, образование бесплатное, открыто для всех и в группах. Но воспитательная работа идёт о проведении ряда мероприятий, касающихся именно ценностей и ценностных аспектов. Не религиозных, прошу вас отметить, да, а ценностных аспектов воспитательных. И это, скорее, даже начало идёт с точки зрения государственной политики, потому что, как известно, в Узбекистане каждый год является годом. Либо годом молодёжи, либо годом уважения, почёта старшего поколения. Потому что, конечно, плюсы, как мы сказали, молодого населения есть, что это молодое государство, это правда. Но минусы, конечно, от этого тоже ряд есть, и, в общем, безработицы, о которых мы, может, попозже поговорим с вами. И здесь, видите, вот эту молодёжь, которая живёт в открытом нынче пространстве и пользуется Фейсбуком, пользуется другими социальными сетями, понятно, что они могут воспринимать разную информацию по-разному. И вот эта воспитательная работа, она направлена, наверное, на то, чтобы в людях, независимо от религиозности, сделать заточку на правильные вот такие общечеловеческие ценности. И любого, я бы сказала так, узбекистанца характеризует прежде всего сидящего в аудитории. Это уважение, уважение к старшим, уважение к учителю прежде всего, каким бы ни был мой докторант, как у руководителя докторантуры, понимаете, я для него учитель, я для него по-узбекски муалим, я всё равно для него учитель. Даже если он руководит банком или составной частью государственной деятельности является, для него я учитель, и он относится соответственно. Что конкретно нашу молодёжь? К сожалению, вот этот ценностный пакет, на мой субъективный взгляд, прежде всего, не как проректора по научной работе или руководителя администратора, а прежде всего, как матери, то есть как бабушки, в конце концов. То есть я понимаю, что нужно, чтобы всё-таки были правильные заточенные нормы. А что касается вашего второго вопроса о конкурентоспособности, я бы сказала, знаете, что в Узбекистане они пошли немножко другим путём, и мы коснёмся тоже, думаю, вектор на эту тему, они пошли по производственной сфере, то есть они сделали упор всё-таки на развитие производства. С чем это связано? Я полагаю, что с тем, что это высокий прирост населения и численности позволяет уйти от аграрной промышленности, и чтобы было нашим радиослушателям понятно, а задействовать больше процессов, в том числе и доводить до производства. И известно, и ДЭО автомобили, собирающиеся, и в Андижане, и там другие, и МАН грузовики свои представляют на рынке Узбекистана. Поэтому они, конечно, хорошо заточены вот на этих производственных. В этом плане, конечно, у них совершенно всё замечательно. А вообще стремление и желание учиться и впитывать информацию – это тоже. И потом, по поводу европейскости, мы не говорим, что европейскость – это самое классное, самое лучшее. Но узбекская модель образовательная, они не делают упор, вот, сделать клон европейской модели, или тот же сингапурский или корейский университет скопировать и ввести в систему. То есть они уже имеют представление о разных системах образования. А они избирательно, именно взвешенно берут чуточку от того, чуточку от этого. И они, конечно, смотрят и на нашу модель европейскую, потому что Евросоюз предлагает много грантов и проектов по совместной реализации. Вы знаете, не только Европейский Союз и Соединённые Штаты Америки вкладывается вот в этот новый Silk Road или новый шёлковый путь. И это, конечно, стоит, может быть, задачей не образовательной, а в том числе геополитической. И, как известно, в этом году журнал The Economist сказали, что Узбекистан – это страна года. The Economist на минуточку, да? Хорошо, у нас есть звонок. Добрый день. Говорите, мы вас слушаем. С Новым Годом вас. Добрый день. Я вас искренне поздравляю с наступившим Новым Годом. Да. Желаю вам успехов. И в вашем лице весь ваш коллектив хотелось бы тоже поздравить. Спасибо. Передайте, пожалуйста, поздравления. Я думаю, она меня слышит. Инна Петровна, передайте ей тоже, пожалуйста, привет и поздравления. Она вас слышит. Она вас слышит. У меня вопрос, я думаю, что тоже очень интересный для слушателей вашего радио. Это связано с обучением местных жителей. Я имею в виду не только, естественно, по национальности веков, а иностранные языки. Насколько я помню, очень много сейчас удивляется внимания изучения английского языка, других языков. Вот очень была бы интересна оценка Инны Петровны, как поставлен вопрос сейчас по Узбекистане по изучению иностранных языков. Я имею в виду, может быть, и русского, и других. Если есть такая информация, буду очень вам признателен. Спасибо большое. Ну что, Инна Петровна? Спасибо вам за вопрос. Вопрос действительно интересный и очень актуальный и для Узбекистана, и для Латвии, и для латвийских студентов. И, уважаемый Владимир, хотелось бы сказать вам следующее. Что в Узбекистане действительно большое внимание уделяется языкам. Но вот я могу судить по тем студентам, которые приезжают в Латвию у нас, обучаются в частности в нашей Балтийской международной академии, что студенты с прекрасным знанием и английского, и русского языков. Это правда. Что касается сегодняшних узбекистанцев, живущих в Ташкенте, в Самарканде, в других крупных городах, конечно, новое поколение, может быть, где-то утеряли русский язык в том плане, который был, скажем, 27-30 лет обратно. Но я хочу отметить, что в университетах, ну, в крупных городах и в столице, конечно, студенты хорошо говорят на русском языке. И поколение, понимая, что нынче русский язык востребован вместе с английским языком, и геополитический фактор и соседство с Узбекистана, с Россией тоже, в общем-то, никуда не исключишь, они, конечно, уже в ВУЗах теперь, и огромное внимание уделяют, конечно, преподаванию и на русском языке в том числе. И вот, говоря обо мне, как упомянула наша уважаемая Людмила, да, я в том году была ориентала стадией, это Институт Востоковедения, это один из крупнейших институтов и знаковых институтов, где поддерживаются языки, и фарси, и так далее, и корейский язык изучают, и носители языка много работают в УЗИ. Это в Узбекистане? В Узбекистане, да. И, соответственно, когда я приехала в университет, то студенты, это я для нашего радиослушателя говорю, что они попросили меня читать лекции на русском языке. Поэтому вот такой ответ, то есть варианты, опция была предложена и на английском, и на русском, магистранты попросили все-таки на русском языке, с чего мы делаем вывод, что все-таки русский язык, как язык международного общения на территории Узбекистана, сохранен и, думаю, что будет сохраняться. Ну, кстати, во время предвыборной кампании проходил ряд мероприятий, в том числе, вот я лично была на таком торжественном праздничном мероприятии, посвященном подведению итогов конкурса клипов, которые делали студенты, молодые люди, так сказать, ну, можно сказать, агитационные клипы, почему нужно участвовать в выборах, мы об этом поговорим после перерыва, но мероприятие все велось на двух языках, на узбекском и на русском, и клипы тоже были на двух языках, ну, то есть некоторые были на узбекском, некоторые были на русском, больше, конечно, было на узбекском клипов, потому что все-таки, как мы уже упомянули, да, больше 80% это узбеки, и, конечно, к ним обращаются на родном языке, но эта тема не педалируется, она естественна. Мы сейчас привемся на небольшой перерыв, рекламную паузу, то просим вас не переключаться и обращать ваши звонки и вопросы к нам в студию по телефону 672-12-672-93-9, 672-13-93-9, спрашивайте все, что вас интересует про Узбекистан, мы ответим. Продолжаем нашу передачу, сегодня наша тема это Узбекистан и та система образования, которая дает будущее молодежи, составляющей 30% населения этой страны. Вот назову, кстати, для сравнения, что людей старшего поколения за трудоспособным возрастом в Узбекистане всего 10%, а трудоспособных людей 59%. То есть получается, что на одного пенсионера приходится 6 работающих, грубо говоря. То есть получается, что демографическая ситуация очень благоприятная для развития. И вот тоже поделюсь, может быть, своим таким, в хорошем смысле, удивлением. Ну, во-первых, город Ташкент, он, так сказать, весь в мраморе, в каком-то сверкающем стекле, в колоннадах, очень торжественный, красивый, много площадей. Мозаика вся чудесная. С фонтанами, да. И вот вечером мы вышли гулять в город, очень много молодежи, семей с детьми, причем гуляют три поколения. Видно, что идут бабушки с дедушками, идут молодые родители, с ними ребятня. Вот, масса для них всяких было представлений, мероприятий, кафешки всякие работают, аттракционы, можно сфотографироваться и так далее. Вот по-хорошему произвела впечатление атмосфера города, это такая дружелюбная, расслабленная, может, в каком-то смысле, и очень многолюдная. Еще момент, который тоже бросается в глаза, это обилие вот этих белых машинок, которые курсируют по городу и которые все выпущены в Узбекистане. Они не постеснялись установить протекционистские меры для защиты своего рынка и своих производств, вот этих самых автомобилей, Део, Шевроле и так далее. То есть, возить импортные машины просто очень накладно. Поэтому они все ездят на своих машинках, вот, сами их собирают, сами эксплуатируют и... Обеспечивают рабочие места сами себе. Обеспечивают рабочие места сами себе. Еще я вот наблюдала, как уже два года назад, когда я впервые побывала в Ташкенте, тоже с такой бизнес-делегацией, можно сказать, как произвела впечатление скоростная железная дорога Ташкент-Самарканд. Афро-Сиап. Да, значит, скоростные поезда, которые идут со скоростью больше 200 км в час. Стюардессы, значит, все как модели, очень красивый сервис, великолепный, безопасность. В каждом поезде несколько сотрудников полиции, которые охраняют, так сказать, правопорядок. То есть, абсолютное, так сказать, ощущение безопасности в этих поездах. Ну и, конечно, это уже 21 век, то, чего нам пока никак не знакомо в нашем прибалтийском регионе. Нам обещали скоростную железную дорогу Рейл-Балтика, но теперь оказывается, что там средняя скорость будет всего 120 км в час, и никакие не 200. При этом Узбекистан, который мы считаем бедной страной, уже давно этот проект реализовал. Еще один момент, что вот в плане безопасности, да, в документах, которые официально опубликованы в Узбекистане, сказано, что это пятая по уровню безопасности в мире страна. И, ну, может быть, здесь мусульманские традиции как-то имеют значение, да, что в мусульманских странах не принято воровать. И вообще уважение к гостям на каком-то, ну, я не знаю, фантастическом уровне находится. Вот. Ну, Инна, вы перед перерывом сказали о молодежи и о провекторах по воспитательной работе. Вот на этих избирательных участках, которые мы с вами посещали, тоже было много молодых людей. Они и работали как организаторы, и как наблюдатели буквально с первых курсов. То есть, ну, вот эта система гражданского общества, она формируется, ну, можно так сказать, с молодых ногтей в молодом поколении. И сегодня вот эти выборы прошли под лозунгом «Новые выборы – Новый Узбекистан». Да. Они почувствовали, что от них что-то зависит, что они могут влиять на события. Впервые выборы проходили по новому избирательному закону. И вот как вам показалась эта атмосфера, настроение людей? Что, может быть, изменилось для вас по сравнению с предыдущими выборами, на которых вы тоже, кажется, были? Да, спасибо, Людмила, еще раз за вопрос. Вопросы емкие, многосторонние, интересные. Действительно, конечно, молодежь активно участвует во всех сферах деятельности. И я думаю, те волонтеры, которые были привлечены, в том числе для сопровождения и международных делегаций. И это сделано, конечно, для нашего комфорта, да, чтобы мы могли посмотреть, где могли бы побывать. И куда бы что-то нам подсказать, конечно, это огромная армия волонтеров, которые, я так понимаю, они подготавливались к этой работе, но инициатива была их самостоятельная, так скажем, с низов. То есть вот эти работы проректора по воспитательной работе был отбор студентов, те, которым приглашалось участвовать и общаться вот с делегациями. Потому что, безусловно, для них это тоже огромный плюс. И мы много ознакомились с другими международными наблюдателями, не только из Латвии. Если был, скажем, представитель из Китая, с ним говорила девочка, которая переводила его на китайский язык, да, китайский и английский язык. Корейский язык, соответственно, с корейцем была представлена волонтер с корейским языком. Это, конечно, и им это объясняет, и в них это воспитывают, что это наше общее дело. Видите, может быть, я немножко ностальгирую даже по тем субботникам, которые вот мы организовывали, и вот это был такой призыв. Но не всё нужно забывать, и в частности, вот мы, например, в своём посёлке организуем тоже субботники, идём просто убирать лес. Перед весной, и как это водится, перед Пасхой мы убираем лес, который за зиму, но вот случайно проезжие что-то кинули, выбросили, мы его бережём. Такое, но у нас это проводится, конечно, они немножко на этом больше заточены, что это, в общем, действительно, вы правы, что это заложено в мусульманской религии обязательно, что гость – это даже твой враг, если он пришёл к тебе в гости, он остаётся гостем. Пока он у тебя в твоей юрте, в твоём доме, ты не можешь причинить ему никакой вред, ты его должен накормить, напоить, в общем-то, и всё. У нас, конечно, тоже есть сказка про баба-югу, да, что накорми, напои, спать положи, да, но как-то у нас она всё-таки отдаляется от нас, и тем более от наших детей. И я отлично понимаю, что мне там, допустим, моих студентов собрать, а не дай бог ещё конкурс организовать лучше, кто будет кого-то сопровождать, мне бы это, конечно, было достаточно сложно. И мероприятие, которое мы в нашей академии организуем, конечно, мы тоже отзывчивых, но я скажу вам откровенно, у нас очередь не стоит на волонтёрство, а там стоит. Вот это, конечно, ответственность. Воспитывается она, закладывается ли семьями, продолжается ли это воспитание вузовское, конечно, это, наверное, симбиоз. И всё-таки, я думаю, что это, ну, условно, какая-то всё равно видение государственной программы, потому что Госвузы-то содержат эту должность проректора по воспитательной работе. И в этом аспекте, конечно, воспитание немножко вот у нас, я бы сказала, так хромает, да? То есть получается, что в каких-то аспектах, ну, Узбекистан, который некоторые наши соотечественники считают отсталой страной, даёт наоборот нам пример? То есть он нас опередил? Я подпишусь по каждым вашим словам, да, что по моему внутреннему ощущению, может, кому-то это не нужно, чтобы младше уважали старших, не перебивали. Ну, окей, перебили, но в здоровой дискуссии. Понимаете, дискуссия и перебить, нахамить, это разные вещи, на мой взгляд. Я не против демократических основ, чтобы и даже прошу студентов выказать им собственное мнение, что они думают и так далее. Но когда это переходит за какие-то грани и возможности просто, ну, невоспитанности, это другая норма, конечно, это переходит в хамство. Вот к огромному счастью, я думаю, для народов Узбекистана, народов всего Узбекистана, этого нет. И я думаю, что со мной солидарны все университеты Латвийской Республики, потому что с кем бы я ни говорила о студентах Узбекистана, у всех однозначно. То есть я думаю, что я здесь в качестве глашатая от всех ректоров и проректоров вузов Латвии, потому что количество узбекских студентов действительно у нас много в Латвии. Ну, на втором месте после немецких. Да, абсолютно. Да, то есть и мы на втором, и Узбеки у нас на втором месте. И все абсолютно солидарны с тем, что это и уважение и так далее, и многие из них даже устраиваются на работу и работают уже в Латвии в определенных структурах, в хозяйственных структурах нашей страны. А, кстати, вот о демократических основах и системе, да, новое законодательство Узбекистана, оно, выбирательное право, да, оно сегодня основано на системе мажоритарных выборов. То есть в каждом округе избирается один депутат, ну, на каждом уровне, конечно, власти один депутат, и на это место претендуют те пять партий, которые участвовали в этом году в выборах. То есть люди голосуют не за партийный список, а за конкретного человека, и прямо в законе прописано, что избиратели имеют право отозвать этого депутата. То есть в этом плане тоже, ну, я считаю, узбекское избирательное законодательство сегодня гораздо более прогрессивное, чем латвийское, потому что, увы, в латвийской системе партийных списков личность теряется, и это приводит к тому, что у людей возникает апатия, они не понимают, как они могут повлиять на процессы в государстве. Они как бы из всех лучших побуждений голосуют за какой-то список, который декларирует им там три раза по 500 или еще что-то, какие-то блага, а в итоге получается, что ноль или даже минус. Вот все-таки, как человек, который давно наблюдает за происходящими, за Центральной Азией, вот как вы можете объяснить, что у нас вот нет денег на бесплатную медицину и там на образование, а в Узбекистане есть? Спасибо, Людмила. Я, наверное, начну вот все-таки с выборов, о которых вы говорили, да, я не ответила на предыдущий ваш вопрос о впечатлениях. Значит, вот касательно происходящих нынче выборов в парламент, да, Олей Мажлис, ну, мы знаем, что по статистике проголосовало 73 там с копейками, скажем так, да, с небольшим процентом. То есть, конечно, я была на предыдущих выборах президента, конечно, явка была более 90, и этот поток, может быть, народа, ну, как всегда, президента идем выбирать, он главный, важный и все остальное. И при выборах, знаете, мне, что очень импонирует, что они подключают к выборной системе, и это тоже только, наверное, в Узбекистане, из всех, даже в Узбекистане, из всех стран Центральной Азии, о Европе я не говорю, потому что, как говорится, different culture, другая культура. Значит, у них участвуют в выборах, это местное самоуправление, когда вот это Махаля, представитель Махали, тот, который человек... Махаля – это сообщество, которое живет на определенной территории. На определенной территории, да, скажем, вот мы там дома, да, мы поделили там дом, улица, естественно, Бривиба с номера 1 до номера 200, вот это, условно говоря, наша одна Махаля. С 201 по 400 и другая Махаля. И, значит, и вот этот человек, который, может быть, более внутри и досконально знает проблемы каждой семьи, вот это буквально так. И более того, значит, у этой Махали, избираемого всеми вот этого представителя, есть даже фонд, материальный фонд из государственного бюджета. Это, я подхожу к социальным вопросам. Когда они могут сами распоряжаться, ну, например, потеря кормильца, допустим, или вот... Единовременная помощь. Да, они это оказывают. Вот, то есть им доверено это важное право изнутри, видите, то есть институт семьи в действии. Поэтому, конечно, вы правы, я наблюдала эту картину не просто с прогулки, а ведь они все и на выборы идут, все с семьей сразу, все собрались. И бабушки, и дедушки, значит, дети, внуки и дружным строем идут. И вот это Махаля, как они зазывают, у них есть вот этот карнай всем известный, ну, не всем, но людям известный инструмент, ну, вроде как нашей удлиненной трубы, я сказала. И они, вот они всех будят, и вот этими призывными, радостными озвучивают, значит, пожалуйста, все идем на выборы. То есть они делают элементы, видите, nation, такого национального фольклора, вносят и делают людям, как бы из этого делается праздник. Поэтому, конечно, нынче, то есть явка, конечно, достаточно высокая, и это праздничное настроение, с которым они идут, вот это я вижу. Не так идет отписка такая, вот отписался, типа, ну ладно, пошел, да, но они идут выполнять свой гражданский долг. Я желаю народу Узбекистана на долгие-долгие годы сохранить это. Как это работает? Может быть, в комплексе это и Махаля работают, и институты, вот это маленькое умение самоуправления, и, наверное, и вот те депутаты, которые, наверное, работают. То есть они вот буквально работают как принцип семьи, они сохраняют по большому счету и вот в структуре управления. В социальной политике действительно оказывается большая роль, и это, наверное, тоже элемент составной части, составные элементы культуры. Видите, все-таки западная, как на мой взгляд, западная система ценностей немножечко разнится от восточной, потому что для нас, вот мы не говорим, чтобы дети жили с нами. Ой, у них свои интересы, пусть живут отдельно, да, мы будем жить сами, вот, да, сели в автобус и будут путешествовать, а они там с детьми нянчатся и все остальное. То есть для узбекистанцев это норма, когда несколько поколений живут на территории одного двора, увы, с разными, допустим, входами, уважая интересы молодых, но живут все вместе, и поэтому, наверное, вот эту часть истории, они и клонируют, скажем так, своих будущих поколений. Поэтому нет и домов престарелых, то есть это нонс. В Узбекистане нет домов престарелых, понимаете, то, что мы сейчас строим и является составной частью нашего бизнеса, куда девать старых родителей. То есть для них этот вопрос не стоит. Родители с родителями, они живут с нами. Видите, поэтому мы стараемся дистанцироваться от родителей, от проблем, а они нет. Соответственно, из этих культурных ценностей вытекает построение социальной политики в государстве, что нельзя, да, трудно, конечно, и контрвопрос всегда, почему много узбеков там в России и в других странах на заработки уезжает. В действительности такой прирост населения, который есть в Узбекистане практически, ну, уважаемые радиослушатели, представьте, 400 тысяч человек в год, прирост населения. Конечно, это хорошо, вот работают то-то-то и будут работать, но их же надо обеспечить всех работой. Конечно, это все не успевает за созданием дополнительных рабочих мест. Для этого, конечно, нужны инвестиции, чтобы строить, но социальная политика, я возвращаюсь к вашему вопросу, конечно, она вытекает все-таки из культуры. Да, там не сидят мамочки, рожающие полтора года, как у нас получают пособие, они сидят только год, и надо быть честным перед нашей аудиторией, нашими радиослушателями, потому что у них нет возможностей. Но бесплатное медицинское образование до 18 лет и лекарства в том числе получают все дети Узбекистана. И, соответственно, на пенсию они выходят, как водится, в 55 лет уходят женщины, в 60 лет уходят мужчины по-прежнему, и институт многодетных матерей тоже сохранен. Многодетные мамочки уходят в 50 лет на пенсию. Ну, все-таки современные тенденции так эгоистически, наверное, затронули Узбекистан, то есть количество детей все-таки на женщину на одну сокращается понемножку. То есть идет, как бы, переход, наверное, от количества к качеству. Безусловно, да. А не отталкивать его, может быть, непродуманными действиями в отношении, например, того же высшего образования, да, которое все-таки привлекало многих студентов Узбекистана именно возможностью получить здесь образование и на русском, и на английском языке. А сейчас фактически по новому законодательству русский язык для них отрезается. И в этом случае Рига будет конкурировать, увы, не с, я не знаю, не с Москвой, а с Сингапуром и с корейскими университетами. Конечно, конечно, да. То есть здесь вы абсолютно правы, коэффициент фертильности или количество детей на одну женщину в детородном периоде, он, конечно, сокращается. Потому что вы правы, что законы экономики диктуют больше качества жизни у населения, да, поэтому, ну, в среднем по общению со своими там коллегами, знакомыми, конечно, даже для городских жителей наличие трое детей является, ну, просто обязательно, понимаете, хорошим тоном. Вот это традиционно, что было трое детей. Но по общемировому показателю мы знаем, что, в принципе, демографический, как бы, вот точка, скажем, безубыточности населения, это два с половиной ребенка на одну женщину в детородном периоде. У них в городе три. За городом, конечно, и побольше, в более, потому что, наверное, уровень жизни меньше. Но я думаю, что, конечно, прежде всего рожать нужно. Я наших всех латвийских сограждан призываю к этому, потому что, с точки зрения экономики, это прежде всего рынок. Конечно, это рынок, это рынок сбыта. И, как вы сказали, косвенно затронули и вопрос строительства, конечно. И у нас бы, может, строили чего-то больше, но нет внутреннего потребления. Мы не можем, мы должны часть продукции потреблять. И те автомобили, о которых, марки которых вы упомянули, 50% уходят на внутренний рынок. И только 50% подлежит уже экспортированию. Они сами пользуются 50%. Это условия работы и развития рынка. И что касается, конечно, взаимоотношений, в действительности, я бы пожелала и нашей стране продолжения и углубления сотрудничества Латвии с Узбекистаном. Хотя нынче показатели у нас отнюдь неплохие. То есть, с точки зрения торгово-экспортно-импортных операций, Латвия второй партнер из стран Евросоюза. Уступает только Германии. И это огромный показатель и нашего бизнеса, и наших государственных структур, которые поддерживают эти связи. Но думаю, что у нас есть, тем не менее, еще большой потенциал, чтобы мы развивали и экспорт, и импорт между нашими странами. Спасибо Инне Стеценко за комментарии по поводу Узбекистана. Вы, кстати, родились в Ташкенте? Нет. Нет. Что вас связывает лично с Ташкентом? Любовь. Огромная любовь к теплу, к солнцу и самое главное – к людям. Да, сегодня в программе «Подоплека» мы говорили о том, чему Латвия может поучиться у Узбекистана, а это и интерес и способность развивать собственное производство, это поддержка собственного населения и рождаемости, это демократичная система выборов мажоритарная, где каждый избиратель знает своего депутата в лицо и голосует именно за него, за личность, а не за какой-то там список, а не за паровоз, который этот список тащит вперед. Это внимание к науке и образованию, доступность этого образования для молодежи, это вовлечение молодежи в гражданское общество, в его инициативы, возможность для молодежи лично участвовать в общественных процессах, влиять на них, делать их, создавать свою страну своими руками. Ну, одним словом, много чего позитивного мы можем взять у страны с названием Узбекистан, страны, у которой 3,5 тысячи лет истории, вот, и когда-нибудь, может быть, мы расскажем и об этом аспекте тоже. А сегодня с вами в программе «Подоплека» была автор и ведущая Людмила Прибыльская и проректор Балтийской международной академии по науке Инна Стеценко. Всего доброго! Спасибо!